Репортёр, здоровый, и отсюда сразу перехватывает Екатеринбург, и сразу интернет выставляет. Так что, если себя увидите, вы знаете. Так, представьте, скажите, кто вы, какой, назовите фамилию. Мы знакомы, и мне еще было 17-ти, когда мы познакомились с Киевом, когда мы в Киеве приехали, путешествовали. Когда вы познакомились, где? Да, в Киеве, в Киеве, да, после этого Киев. Каком, примерно, году? Когда мне было, 61-й год, добавить, 16-й, сколько-то. А у кого там была дверь, с какого-то монастыря в доме? У меня. У вас. А виноград у кого по стенке вился так высоко? У меня, четвертый этаж, виноград прямо, такие виноградные. Понятно? У нас началось. В этом мире есть такой фильм «Иуда бен Горь», и он говорит, в этом мире есть отдушина для того, чтобы человек отдохнул. Это дружба, старая дружба. Да, да, да. Ведь Господь как сохранил. Кто думал, что так будет? После этого у меня, видите, пять тюрем прошел, лагерь, за слово Божие сажали. Потом реабилитировал, ну и все остальное. Проходите, пожалуйста. Да, заходим? Да не ходим. Так, если что, кажется, так вот. До ужина. До ужина, если что, если что, не будет там. Да ничего еще не делали. А когда будем делать, да и получится. Это есть такая книжка сказок, ее братья Бондаренко написали. Ты можешь пистолет отремонтировать от Петра? Я и как-то молодежным летом дуги гнуть первый раз начали. И уже у нас у всех мужиков получилось. Ему пистолет давали, а то дуги гнуть. Просто человек все может. Пистолет отремонтировали. Очень интересные рассказы, в виде сказки, но там подзверянные люди. А вот это что мнение? Вот детский лагерь создавать. Обязательно, я думаю, что должны проходиться родители детей, да? В лагерь? В лагерь детский. А родители берем только тех, которых мы хорошо знаем. Не обязательно. А вот ребенок до 7 лет должен с кем-то быть. Со старшим или бабушка, или ребенок, которого больше. А с 7 лет он самостоятельный. Ну а тому должно хотя бы лет 10. Берем, нужно пригляды, бежать, вставать. Маленький, не умеет право ложиться спать. Но не раньше, чем 2 часа после еды. Вот мы поели, сейчас спать. 2 часа нельзя. Это доказал курганский профессор Бительский. И у него правило было, если кто-то нарушает, он из больниц их выписывал, желудочники. Когда ложимся, клапаны в обратном уровне работают. И никогда не ложится. Батюшка сегодня, бежу по телефону, говорит 10-20 минут. Это не просто опасно, смертельно опасно. Разговор по телефону не должен занимать больше 2 минут. И не больше 5 раз за сутки. За сутки. Это максимально. А лучше, конечно, меньше. А как тогда быть по скайпу, или по стационару, трубку в руки и разговаривать с ним, как хочешь. Показывает опыт. Вот так вот стоят 2 мобильных телефона, между ними яйцо поставили. Ну и разговор стоит с другой стороны. Я не знаю сколько проходит, там часа 2, что ли, яйцо в труду и сварено уже. Что непонятно-то? Рак мозга. Да. А результат будет явно через десятилетие только. Священник одного в Крыму, рак мозга, строил кран, строил кран, постоянно берет опухоль и убит. В Крыму, да. Это не нарус. А как узнать, какой вред приносит? Узнаем только через 2-3 поколения. Какие они будут идиоты рождаться? Чем вы отвечаетесь от других? Тем, что я ни одного слова, ни от кого не пропускаю мимо. Какой был говный еритик, я слово записываю и даже рассматриваю. Вот это я просчитал в интернете. Я сразу его взял. Вот у нас дети в лагере. Я это делал, я во всех отделах милиции, делал занятия. И говорю, скажите, кто изобрел... Сначала у кого мобильные телефоны, все поднимают, милиции, офицеры, только офицеры. А кто изобрел? Ни один не знает. А у меня дети знают. Мартин Купер запомнил. И он живой. И мы каждый день за Мартина молимся. Господи, как много он трудился, этот Мартин. Благослови его. Он такой нужный прибор сделал, самый распространенный на земушаре. Еще на миллиардах. А интернет? Да здорово. А кто изобрел? Не знаю. Тим Гердерсли. Тимофей. И мы за него молимся каждый день. Есть поисковик в Библии. Только заряди Библии, там что надо найти. Это Тимофей Ха. Это в опуске Гангалу. Вьетнамец. И он все... И правила туда все внес. Легко любое правило собора найти. Вьетнамец. И у русских ни одного не нашлось. Поисковик библейский. И самый прекрасный, лучший Тимофей Ха. Ну, я кого не спрошу, что это сделать. Но когда я не стал пользоваться, я ему сказал. Найдите мне автора. Ускали, искали, нашли. Где он же? Нашли. Я ему сразу подарок послал. Этому Тимофею Ха. А вы узнали в Москве, пошлете ему подарок, нет? Пошлете, что он просто поет. Пошлете, там жалко, что щежо устало в арене. Вот знаете, я ему послал диски, книги. Тимофей. И он биографию с его рассказом. И он здесь принял протестантство. Почему не православие? Юрий Богачев, один из самых заслуженных артистов СССР, поет. Почему он баптистов стал не православным? Он запился, он никому не нужен. А баптисты к нему подъехали в это время. Подошли и пригласили его на богослужение к себе. И которых считают, все, новые, новые, новые. У нас если обратиться, у православных, это Жанна Бещевская. Она только патриотические песни будет петь. И она в стороне. Новая по монастырям, по монастырям все выкончилось. Она ничего не дала. Это, а он весь мир объезжает. Какие он песни поет? Заслуженный артист СССР. Надо понимать, какие он песни поет. Интересно, в одной семье, сын и дочь, два английского чемпиона. Вот эта семейка подобралась. У меня, говорит, самый любитый врач была теща. Я воевался несколько лет, 25 лет. А когда покаялся в баптистовке, первым делом я решил у тещи попросить прощения. Пришел, она на кухне возится. Я с вами на колени говорю, дорогая там Зинаида Михайловна, прости меня. У меня тарелка, что ли, с газа, на пенаж, сошел с ума здесь. Она меня знает, который лютует, который громит, ломает. И что просил прощения, она не слыхала и не дала. И он не может убедить, я другой такая. Мама дорогая, прости меня, уйди, эту милицию вызову. И, наконец, жена обращается и теща обращается. В баптисту? В баптисту, конечно. А православный батюшка, который знал, он через дорогу его кричит, что? В баптистом пошел? Сатана повлек тебя. Я ему говорю, батюшка, прости, приходи к нам. Поп ему опять встречается, кулаком грозит. И он называет по имени все. Я скажу, это именно так. В отношении мира. Самые лютые волки, самые злые, это священники. Это не просто волки, а лютые волки, бешеные. Их только отстреливают волки. Когда апостол Павел посылал учеников, он говорит, посылай их, находясь среди волков. Волки это евреи, волки это безбожники, коммунисты, фашисты. А в 20 главе, где они апостола, Павел собрал епископа, священник, который говорит, из вас самих восстанут лютые волки, говорящие превратно, чтобы увлечь за собой учеников. Лютые волки. Одно это ты услышал, теперь только молись на первой месте, Господи, а я священник. Чтобы не быть мы лютым, получить полную награду. Как отмечать буду? А вот выйдет, распузырится, как индюк, и начинает. Ты перед кем-то хорохоришься. Ты посмотри, пасыр твоя ничего не знает. Это ты ее замолил. Почему Дмитрий Скорнов, ваш священник в Москве, говорит, мусульмане ближе ко Христос, чем православные христиане. Они более милосердные. Он говорит, стоит бабушка, голосует, бабка ему говорит, мусульманам нет, возьмет бесплатно. Я деньги даю, не берет. Почему? А ты мне, мать, идешь молиться? Да как ну-ка себе деньги взять? Иди, мать, молись за меня. Если русские обязательно возьмут деньги, это моя работа. Мы с русским тоже вопросом. Ведь в 20-е, 30-е годы вывивали самый цвет нации. Вывивали эти... Батю, сегодня ничего это не бывает. Все, сказали бы, это ни к делу не относится. Я говорю, почему батюшки не крестят, полное погружение? Да знает, это советская... То же самое. Советская власть сажала. Да пора, помниться, 20 уже с лишним лет. Чего советская власть? Да нет, это советская власть, 20 лет. Купель построить, не надо ни одного дня. Ты людей, поезжай, наверное, в Москву или где-то крестись. На любое водохранилище. Что ты придумаешь? Ни один сектант, ни один баптист не крестил погружение. Они неправильно вот так вот крестят. Это не смерть. Смерть это вертикально. А баптисты крест это прокидать, это положение вокруг. Они даже внешнюю форму не соблюдают. А Христос умер смерть стоя. Поднимался и опускался, а сфиксы, додыхался. Вот так вот трижды погружаются, человек приседает в воде. Так, крестишь? Да. Аллилуйя. Вот еще один батюшка, который хочет умереть здесь. А меня, а меня крестил, я крестил это сомневанием, а меня крестил уже в Абхазии отец Абхазии, отец Абхазии. Он сказал, он бы сказал, аще не крещен, крещает сарокожий такой. Юраса? Юраса. Вот. Что ты говоришь? Это все знает. Он приезжал несколько раз. Один раз, это лет семь не было. Приезжает, я говорю, отец Абхазий, а что ты так долго не приезжал? Так, мне на семь лет хватило то, что вы сказали. Я его книгу разобрал в четвертом форме, его вопросы-ответы. Примерно 60 вопросов только я делаю, вопроса три правильно отвечают. Также у патриарха Алексея, у Кирилла, ну, четыре вопроса, а остальные все неправильно. Я показываю, какая причина. Что он отвечает, и дальше я пишу, что должен был ответить. Или страх, или незнание, или что. Ответ пришли люди, спрашивают не у тебя, а через тебя. Ты забыл? Ты только проводник Божий, ты не Бог. А он отвечает, как аракул. Ты ответил, так говорит Господь, претензий к Богу. Да как так, я пощусь, и Бог не слышит. Пожалуйста, первая глава 54-я Исаия. Не ко мне, к Богу, к Исаии. Еще что-то я должен отослать его и сказать. Вот Бог, что говорит, то есть назвать вместо писания. А вот сам начинает, а вот одна бабушка во сне видела, он колобродит. В общем, отвечать надо абсолютно, вот как здесь в надписи. В том, что мы поступали по задуманному. А мы поставили ярмарное слово и прочее. Там, где мы загадили сегодня, там вдоль стены идем, и там на надписи, на бумажке на одной, три ошибки сделаны. Три. Не заменить на НИ. Кто бы не пришел. Кто бы не пришел, а кто бы не пришел. А не пришел, его и нету, спрашивать нечего. Не это отрицание. А НИ это все остальное укревает. Младец, грамотик, он знает, где тебя давали. Два раза НИ замените на НИ. А что на бумажке? Ну на дверях там, а что-то без его ведома ничего не делать, там не говорить, не дышать. Не дышать еще, не ползать, не сидеть. Ни фухни, ни ползать. Ну так, не знаю, все. Все подумали, вообще ждал. Ты учи, чтобы они сами знали. Да, все. Вы с собой сходите, расскажите. Ну что, вы разокат, наверное, потому что мы тут... Тяжелый. Так, вы скажите, где вы слушаете? А вот здесь вот Одинцовский, он поселик Успенский. Какой город? Суновскенский. Суновскенский. На Москве. Какого округа от нас или как? Купалька какая? Одинцовский, московский парк. Мостовский парк. Так, фамилия, имя, отчество? Кананбасс. Так, вы нас благословляете на миссионерскую поездку по Европе и далее? Да, и чтобы не поломалась машина ни разу. Ни разу. И собака была живя, здоровая. Все были здоровы. Подойдите поближе прямо. Поближе подойдем. То есть тут была миссионерская поездка. Так, сейчас вы благословите. Да, дай вам Бог, чтобы машина не ломалась, все было здорово. Мы когда с вами познакомились? В каком году? Мне сейчас 52 года, а мне тогда было 16 лет. Ну вот, быстренько вы считываете. Когда это было? 52 года. Да, а мне сейчас, а мне было 16 лет. Вы где слушаете? Игумен Кирилл Сахаров, настоятель храма святителя Никола на Версенемке, города Москвы, напротив, храма Христа Спасителя. Прямо напротив, рядом. Вы, отец, благословляете нас на миссионерскую поездку по Европе и с Богом? Прямо благословит Бог, благословит Бог, благословит Бог, храма Храдителя. Благословите. А то спрашивает, кто благословит. Игумен Кирилл Сахаров, и сын, и святого. Мы давно с вами знакомы? Да, почти столько же. Столько же. Так что мы друг друга уже узнали. Вы к нам приезжали. Мы у него в гостях в Киеве были, когда времена были другие. Да, да, хорошие. Почему мы Россию, Украину не разделяем? Я не могу их разделить. Это один народ, одна нация. Поэтому к вам приезжали, как будто бы... Мы сами снизу Украины. Сосед наш жил и все. Мы сами снизу Украины. А у вас епископы разные? Разные епископы. У нас патриарх один. У нас патриарх один. Все, я поехал. Патриарх Кирилл. Кирилл. Вы благословили нас на благовестие. А кто-то узнает, вас за это не будут преследовать? За что, чтобы за благовестие? Нет, благовестуют. То есть вы своим благовестием, который дал вам благословением-то, вы распоряжаетесь без совета с кем-то. Вы знаете, столько лет знакомы. Мы едем на какое дело? Да, у вас нужна. Мы по совести договорим и действуем, и чувствуем, ощущаем всю важность вашей миссии. И дай бог, чтобы она прошла успешно. Спораживают в Финляндии, спрашивают. Ну, люди спрашивают. Говорят, я не сам там игумен. Ну, спрашивают в Англии, в других местах там в Германии, чтобы нам было потом взять и показать, что вот мы столько лет знакомы, и вы что-то увидели, что это ерес, там все православие, там говорят, или увидели православие на нашей работе, работой, и самих православных. В целом, ваше благовестие базируется на твердом основании священного писания, предания, канонов церковных. Есть отдельные моменты, о которых нужно отдельно говорить. Ну, это частное, не богословство. Основа, безусловно, православная. Да, естественно. Какие-то частные разномыслия были между святыми отцами, как Кирилл Александрийский. Он не хотел даже из Златоуста поминать, где пихи записывать. Да, да, все это было. Боже за дядю. Все это было, все это было. Ну, церковь считает того и другого святыми. Все. Ну, Бог в помощь. Спасибо. Богом. Так как книги ему сразу сообщить, когда я приведу. Среду. 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 Видел храм? Это на Берсеневке. И рядом прямо здесь, вот поверни вот сюда, поворачивай. Вон, видно, это храм Христа Спасителя. Вон, видать. Назад пять, я тебя подержу маленько, давай. Его будет видно. Это храм Христа Спасителя. Прямо рядом. Вот она где. Вон она, видать. Это мост, только через мост перейти и рядом. Это отец Кирилл. Вот в прошлый раз у него в храме проповедь говорил, там он где был при больнице.